зал крестьянского быта ну давайте начнем как вас зовут что вы знаете сергей семенович я этим музеем занимаюсь очень давно еще когда школа была в слепцовке а сейчас юнис в слепцовке? сейчас в слепцовке школы нет она в македроновке в соседнем населенном пункте и оттуда формально принадлежит школе поэтому кадеты которые здесь экскурсоводы они все слепцовские учатся там а вы преподаватель? ну да я историк и сейчас преподаете? да конечно ну я еще заведующий филиалом то есть как бы как директор школы понял тут я был директором и там в общем так получается хорошо понятно ну давайте мы пришли в музей краеведческие музеи села слепцовка окрестностей музей быта истории и народного творчества если совсем точно конечно могу экскурсию провести в краткой форме потому что в полной ученики у меня на полтора часа обычно это все работает давайте коротенько значит макет избы середины двадцатого века и печь макет тоже изба это жилище женщины мужчина там приходящий поэтому в избе большинство вещей относятся к женским все что мужские они в сарае вот они представлены тут не полном виде но тем не менее отдельно а вот в избе вот эти статуэтки украшения это женское занятие мужчина не потащит такое семью значит вот это все предметы для придения качество ну и рубель до для глажения утюги калильный тут угольный в общем все это женские предметы то же самое здесь этим возьмем всевозможные корчаги умывальники ну вот допустим это у нас что это форма для пасхи точно но большой специалист то есть понятно что мужчин не будет это творогами набивать и так далее это все женские занятия ну в общем-то да видно там сечка ухват да ухват то есть это все вот если мы возьмем любой предмет это все занятие женщин ну к сожалению так пахта да мойка у нас называют ее то есть взбивать масло это вот мельница для того чтобы скотине намолоть ну вот понятно надо успеть обидел ребенка спрясть постирать сшить и успеть по времени пока они проходят 12 часов надо еще в зеркало посмотреться иначе можно познакомиться с единственным мужским предметом в семье пусть кубу том а это что вот такая женская тоже так ну порядке эксперимента можете это стандартный чугунок значит в нем он вообще на 12 литров рассчитан в нем как бы 10 и по весу также рассчитана можете попробовать как это вообще женское занятие вот его вот близко так это обожжешься обожжешься вот то есть вот его поднять надо потом туда в печь как бы сунуть то есть занятие я вам скажу ну ну и в нем если не все железяко то есть это не то что там именно строго 12 килограмм пусть 8 килограмм сам 12 килограмм внутри и того 20 килограмм вот такое вот занятие для женщин сундук пустой мужские предметы хомут через сиденье инструменты кое-какие у постепенно подходит это банный котел раньше он был эмалированный то есть это 20 век это не то что какая древность великая ну вот сокращенном варианте вот так это выглядит пойдемте дальше посмотрим у нас раздел палеонтологии геологии то есть древнейшие истории на протяжении сотен миллионов лет здесь было море поэтому разные эпохи представлены и и почти все они представлены всевозможными морскими животными растениями организмами только в репельском веке 35 миллионов лет назад здесь была суша точнее сказать саванна была широколистые леса вот от них это вот окаменевшие куски дерева то есть кипарисы это рельеф темнее понятно ниже то есть если мы например вот сейчас вы выехали вот отсюда вот пересекли вот это враг до мордовина вверх поднялись вот так нет это коллагривовка коллагривовка это деревня мы ее проехали выходит но она и вот здесь мимо нее проехали а вы вот садовый садовый это последняя станция следующая станция а вот это получается и а подожди да вот здесь евдокимовский и вы перри переехали вот петров хутор можно было сойти еще там не остановиться но мы не сходили то что я подумал там дорога не очень обозначена мы не спускались во враг так значит мы вот здесь вышли да и вот так или даже вообще вот так здесь был подъем а потом раз и бок дороги пошла несколько вариантов проезда значит и самые высокие точки это вот по 300 с лишним метров над уровнем моря то есть например вот это и это то есть татищево и вот вот эти холмы над цельцовкой разница полтора 100 метров поэтому здесь у нас всегда холоднее зима наступает раньше на две недели чем в татищево то есть до татищева тут всего по прямой 15 километров весна наступает позже на две недели у нас всегда холоднее всегда больше снега потому что разница высот каждые 10 метров это один градус да 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 таким образом ну это археология значит здесь у нас представлены только срубники то есть позднее бронза ничего больше не нашли пока во всяком случае а то есть была здесь стоянка немного очень вот это вот если слепцовка вот мы вот где-то здесь вот курганные группы вот поселение то есть это например ну вот вот это поселение очень крупные вот она здесь на фотографиях вот этот мыс весь он сейчас лесом заросший специально посаженный лес и когда его сажали вот этим плугом вскрыли то есть там несколько сотен лет срубники жили а вокруг вот эти курганы вот этот курганные группы много огромное количество там дает после этого поливу по время войны был полигон ну то есть отелеристы учились танкисты там общем и очень много окопов блиндажей если нарыто вот мы так сказать под тем что он с этими с ямами решение его посмотреть так сказать ну понимали конечно обломки от щепов кремниевых и кварцитовых то есть орудия туда разные все это 14 максимум 16 век до нашей эры то есть времена ну скажем так это вот окрестности всевозможные карта восемнадцатого века слепцовка тогда была каткарская круге относилась по тому езду вот эти борзов борзов это их у них нету там как раз сейчас таки но если совсем точно это то место где дорога входит в поселок светлый каракозовка вот самая последняя церковь там была выстроена ее тоже нет уже сейчас ее разобрали на кирпичу в семидесятые годы это вот оттуда полы самая первая каменная церковь это вот у нас была где тут у нас слепцовка а вот глитковка глитковка вот там вот эти предметы все найдены ну если взять какую-нибудь допустим ту же глитковку значит была самая бедная из окрестных то есть там в общем если вот посмотреть на У нас тут Галитковка, село Троицкое. Из 544 десятин только 206, то есть меньше половины надельные, остальные арендованные или выкупные. То есть земли мало, поэтому они нищенствовали. А потом, когда помещичью землю всю перевели крестьянам, они наоборот стали по сравнению с остальными богатыми. И очень быстро забогатели, мельницы поставили. В этом, в смысле, в очень небольшом селе 16 мельниц было. Ну и, соответственно, к 30-м годам все попали под раскулачивание. Поэтому обрез тут не случайно. Там, кстати, патрон, видимо, он застрял. Осечка была. Ну, если хозяйственные крестьяне, он же никогда не бросит такую штуку хорошую. Он бы его почистил, значит, а там, там можно заглянуть. А раз он его швырнул в обрак, то, значит, спасался векством. То есть стрельнул, не получилось и текать. А вот скажите, какая разница между понятием село и деревня? Так, село – это то, тот населенный пункт, где есть церковь. А деревня, где нет церкви. До середины 19 века еще было понятие сельцо. Отличались деревня – это где ни церкви, ни помещичьего дома. А сельцо – это церкви нет, а помещичьи и усадьба есть. Ну, с середины 19 века сельцо исчезло. Понятие, потому что в деревнях стали везде появляться помещичьи и дома. И остались село и деревня. Ну, вот так. Ну, это сейчас могу снять, чтобы не выцветали просто. А, понятно. Ну, вот кинжал – это у нас был, так вот он, генерал Слепцов. Он уроженец соседней Калагриевки. И здесь частенько бывал. И когда приезжал сюда, он привез оттуда отслуживших казаков. И поселил их вот здесь, в Островке, то есть на краю деревни. Есть балка казачья, то есть где им на дело давали. И вот в одном из домов разбирали, когда нашли этот кинжал. То есть это именно сунжинского войска. Ну, то есть можно, в принципе, про любой экспонат долго рассказывать. Ну, конечно, да. Ну, вот. Вот у нас Кароленко тут представлен. Он приезжал в нашу церковь. Значит, вот это чета. Ну, революционеров – это, значит, Малышев, это Ивановская. Они с женой Кароленко были сестры. Так вот он крестил их сына Александра. Запись в метрической книге есть. Владимир Галактионов-Короленко, дворянин Владимир, значит, крестил Александра, сына дворянина Малышева и так далее. А записи где хранятся, в каком архиве, в каких архивах? Ну, у меня в Кубе есть, только в Лосном, да. Только куда-то убрали, наверное, сканировали, что ли. Оно у меня тут обычно вот есть. Ну, вот тут вот бывали довольно известные личности. Ну, я не говорю про Слепцова. Вот икона тоже любопытна, потому что здесь жили и немцы тоже. Это протестантская икона. Ну, сюжет-то стандартный, как у всех, но там есть надпись, где изготовлена. То есть она внизу, в углу, что темным таким написано. Я нашел это место, там сейчас в этом городе только монастырь остался. А раньше, значит, крупные мастерские были по производству. Раз даже в России. Книги вот времен революции. Винтовка. Так и не определил, какого производства. То есть написано Вензия или иностранная. Искал, искал, искал. Однозарядная. Не нашел. Ручье производство. Французское, итальянское. Что-то вот такое должно быть. Академик Ульянов, Петр Лаврентьевич. Ну, как, без любопытства. Ну, он известный ученик математик. Но он еще чемпион Москвы по лыжным гонкам. Потому что отсюда он каждый, вернее, из Новобурас, где среднюю школу учился, он сюда домой на лыжах ходил. Из Новобурас. Сюда и назад. в выходные, чтобы подкорчиться. Понятно, что тренировка хорошая очень. Ну, это, значит, это вот с полигона. Тут между Слицовкой и Татищевой. И до войны, и после войны, и, понятно, во время войны, все время тренировались войска. Да. Ну, а наша книга памяти, вот она, сельская. Здесь представлены биографии всех, наградные листы и ну, о потерях документы. То есть, кто в лагере, кто раненый в госпитале, кто, то есть, вот всех участников. А госпиталь здесь был при Слицовке? Нет. В разных госпиталях. В Слицовке тоже был, но обычно использовали не его, а в Елховке, армейский госпиталь. Здесь, ну, известны случаи, что лечили, когда крайние случаи, то есть, вести нельзя. Вот в этом, кстати, здании, его уже нет сейчас. Это была людская, одного из помещиков Ивановых, а потом в ней оборудовали больницу. То есть, многие по району жители родились именно здесь, там, запись так стоит, село Слицовка. Это вот лагерь полка. Ну, ориентировочно я дошел, конечно, данные, но уверенности нет, что это именно он, потому что частей во всех окрестных лесах стояло немерено. Вот тут на схеме можно посмотреть. Везде, где отмечены земленки, это все воинский лагерет. Всю войну какие-то части постоянно менялись. У Продолжение следует...